Девочки, всем большой-большой привет и добро пожаловать в новый влог. Рассказываю, чем будем заниматься, что сейчас буду делать. А сейчас хочу заправить кровати у мальчишек. Вчера у себя поменяла, у Маши поменяла, пока Маша была в школе. И сегодня уже тоже сняли постельное белье у мальчишек, кто-то закинула стирку. Что еще? Ваня сегодня не пошел в школу, у него вчера жутко болела голова. Я не знаю, у меня тоже вчера было низкое давление. По какой причине, я не знаю. Ну и он вчера просто даже не смог сделать уроки. Я уже ему и аспирин дала, и, знаете, и обезболивающий дала от головы. И, знаете, он так с головной болью спать и лег. Сначала низкое было давление, потом у него было 90 на 40. Потом у него вроде бы 120 на 60 поднялось. Но все равно головная боль так и не прошла. И утром сегодня встал, у него тоже с правой стороны прям, говорит, голову давит. Но сейчас вроде бы полегче стало ему. Но утром, кстати, уже он немножко поспал. Мы проснулись часов, наверное, в 10. Я померила ему давление. У него давление было 140 на сколько, Вань? 70. На 70, да. Такое прямо высоковатое. Ну, нам на такой случай, вот мы лежали в сентябре в больнице, нам прописали КПТН. Ну, мы его так и не купили. Знаете, у нас прям, ну, не знаю, с сентября месяца прям не было такого, что у нас вообще, да, такого давно не было, чтобы давление как-то скакало. Мы еще на прошлой квартире жили. Там вот у него были такие вот проблемы. Ну, а здесь, я не знаю, и сегодня у Саши что-то прям, знаете, так его подштармливает. Наверное, все-таки магнитные бури, что ли. Короче, я не знаю, что за фигня происходит. Ну, вот Маша ушла в школу, пошла сегодня к часу на дополнительные, потому что учителя по-русскому нет у них. И, ну, как, я не знаю, какая-то учительница будет, что проведет вот какой-то дополнительный урок. То есть 7 уроков у нее будет. Вот, что еще? Ну, и хотим сегодня еще вечером съездить в магазин, потому что у меня кончились дрожжи. У меня сегодня даже, знаете, хлеб я не стряпаю, там немножко хлеба и, ну, нету дрожжей. Хотя мы вчера, когда в Каре ездили, да на Валберес, я вот снимала, заходили в магазин, покупали молоко, и про дрожжи я как-то вообще забыла. Что с памятью, короче, происходит? Вот. Ладно, еще нужно будет сегодня в Фикс Прайс заехать. Так ведь я и не купила ни ватные диски, ни мицеллярную воду, еще ничего не покупала. Вот заеду сегодня, куплю. Ну, вот как-то так. Хочу сказать, кстати, всем огромное спасибо, кто меня поддержал. Я несколько дней назад в сообществе разместила тот момент, что, возможно, может быть, мне закрыть свой канал. Ну, потому что вдруг я снимаю, и это все зря, и как бы ни у кого не вызывает интереса. Но нет, девчонки, написала отдельное спасибо. Хочу сказать Оксаночке, которая также меня смотрит, и смотрю ее я. Хочу огромное спасибо сказать Татьяне Стеблецовой, которая тоже ведет свой канал. А также всем девчонкам и мужчинам, которые тоже писали и поддержали меня. Всем вам огромное-огромное спасибо. Мне очень приятно, что вас очень много, и много очень теплых и задушущипающих слов, конечно же, правда, огромное спасибо. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы мне почаще под видео, под каждым, писали какие-то свои отзывы, какие-то, может быть, дополнительные свои пожелания для моего канала. А вообще мне понравилось, Татьяна в своем видео сказала, что действительно она подписалась на меня, именно на мои вот эти видео, которые ее зацепили. Вроде бы ничего особенного, мотивация на уборку там какая-то, еще что-то, какие-то обзоры всего. Но ей понравилось. Также могу сказать, что и глядя на Татьянин канал, я также полюбила ее семью, полюбила у нее дочь прекрасная, у нее замечательный муж, который всегда с ней рядом, всегда ей помогает. И это здорово, когда мужья помогают, у меня муж тоже всегда мне помогает, вот как сейчас он варит борщ. И сейчас я вам, конечно же, его покажу, что он там делает. Пойдемте посмотрим. Так, ну что, здесь у меня стирается стирка, шумит машинка, и пойдемте посмотрим, что делает тут Саша. Всем привет, скажи. Привет. Пробуй на соль, я сейчас нафигнил. Ну, давайте посмотрим, что он тут готовит. Готовит вкусный борщ. Борщ у него получается обалденный. Не, на соль нормально, больше не надо. Что он тут еще делает, давайте покажем. Посмотрим. Зажарка у него здесь. Плюс к этому он кушать сел, я уже покушала, но по очереди решили. Вот, так что, сейчас покажем уже, что получилось, после того, как он тут все доделает. Ну что, зажариваешь? Да. Рассказывай, что делаешь. Тут у меня приправа специальная, укроп замороженный, петрушка, томатная паста, салат, заманиха. Да. А я, кстати, смотрела Оксану, и она рассказывала про томатную пасту. В общем, она рассказывала про томатную пасту, у нее помидорка, и помидорка, она, как правило, всегда, вот такая вот, знаете, и она не плесниет, а помидорку, сколько мы брали, если оставляешь в холодильнике, она начинает плесневеть сверху. И она сверху, чтобы не плеснило, чуть-чуть поливает растительным маслом. И тогда, она, говорит, долго-долго стоит. Так что, кто вдруг не знал, я тоже вот как-то не знала об этом, я этим лайфхаком таким буду пользоваться. Так, ну а здесь у Саши зажарка будет отдельно морковка и лук. А морковку он всегда кубиками режет. Ну, вот так ему больше нравится. Я на терке тру, ну, иногда тоже кубиками, но это не всегда бывает. А вот, именно свеклу я вот, благодаря Саше, наверное, научилась, он меня научил. Мы отдельно вот все делаем, добавляем, как его, сахар, да, сахар, сахар, уксус потом. Да, это все отдельно, и потом морковь и лук отдельно. Так что, вот как-то так у нас. Так, ну что, постиралась у меня машинка. Сейчас будем развешивать. У меня еще, кстати, сушилка не сложенная. Ой, ладно, сейчас все сложим, все развешиваем, и заново мне нужно будет заправить машинку. У меня что-то постельная не до конца. И что хочу сказать по поводу кондиционеров. Вот, в этот раз взяла кондиционер именно вот в маленьком объеме, и мне кажется, что вот именно маленький объем, здесь вот 910 грамм, а так мы около 2 литров, да, берем вот этот вот кондиционер. Мне кажется, что вот именно в маленьких бутылках он более концентрирование, что ли. Лью совсем по чуть-чуть, и запах от постельного белья просто фантастический. Так что, не знаю, либо на самом деле, что вот правда он более концентрирование, либо я так просто мне показалось, вот, чем вот эти вот большие бутылки. И что хочу сказать по поводу стеклоочистителя этого ГРАС. Очень классный вообще. Вот просто, знаете, ни разводов не оставляет, ничего. Я прям буду его брать теперь всегда. Отлично для стекол, зеркал, просто, знаете, одним взмахом тряпочки и все чистенько. Так что, кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. И цена у него без акции 99 рублей магнит-косметик. Так что, попробуйте. В сто раз лучше, чем вот этот вот дешевый из светофора. Его можно брать вот так, ну, чисто для поверхности, там, пыль протирать. Вот, иногда вот таким методом я пользуюсь. А вот именно для стекол, для зеркал, именно вот крас, это вещь прям суперская. лунтик. что ты здесь на подоконнике остываешь-то от жары домашней? Луня, тебе жарко, тебе жарко. Она не знает, куда спрятаться. У нас в ванной и в туалете плитка, кафель на полу, и вот она постоянно под ванную или в туалете там вытянется на плитке, да, Лунтик? Мы ее еще Лунтиком зовем. Ой, не могу. Тебе жарко. Ой, жарко. Скорее бы лето, скажем, на балкон, на свежий воздух. Я ее на балкон отпущу, она раз туда нырт, и тут же назад начинает скрипстись об дверь, потому что холодно, да. Ты не привыкла к холоду. Ох ты, какая ты. Гоша, кстати, у меня ушел на улицу гулять. А, вон они не знаю, а, видно, да, наверное, будет вам на горке он там с другом своим гуляют, катаются, кувыркаются, в общем-то. Вот. Так, Саша еще добавляет в борщ чеснок на терочке уже потом, когда уже борщ готовый, чесночок самое оно прям аромат такой отдаёт. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем таким вкусненьким пахнет? борщом твоим любимым, да? Ага. А там мяско есть? Конечно. Тогда я мяско съем. Ага. Нагулялся? Ага. Покажи свои щеки. Ваня его раздевает. Ну-ка. Ой, а ты сегодня здоровался? Нет. Всем привет. А Ваня сегодня здоровался? Да. Нет. Ну все, раздевайтесь, а я продолжаю складывать белье и развешивать сейчас буду. Так, ну что, давайте покажу, какой борщ получился. Вот. Вот такая красотища, вкуснотища. Все, сейчас мы поедем в магазин. Нужно будет купить сметаны. Ну и еще кое-что посмотрим. В общем, все покажем вам, все расскажем, что купили. Ну а вы, конечно же, не переключайтесь, вставайте вместе с нами. Так, ну что, мы уже дома, заезжали в Фикс Прайс, купили Гоши, пистолет. Мелкий! Да. Иди сюда. Мелкий. Ты идешь? Иду. Давай скорее. А кто тебе в сек? Да, это лев. Как лев? Да, короче, я и... Рассказывала, что, подрались на улице? Нет. А я не обратила внимания, уже пришел, еще эти красные после мороза. Это я, короче, когда мы с Лефом это, как всего, катались на горке, ага. Я хотел по ступеньку, и по ступенькам, на ступеньке я не обратил внимания. И соскользну, и бац. А, ты об горку ударился, что ли? На ступеньку. Мне не больно было, мне кажется. Тебе кажется? Ну-ка, покажи девочкам свою щечку еще раз. Смотрите. боже мой. Можете как патроны задали, задали лежать. Угу. Как все? Эй, как у Данила стоят. Что же это? Они жесткие патроны? Или мягкие? Сейчас я тебе стрельну, посмотришь. Не надо. Как у меня. Ну что? Сейчас, сейчас, давай. Давай. Ну-ка. 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 Давай я... Не надо. Надо вот так это делать. Ай! Да. Да не больно там. Селень, нет, не вытаскивай. Стреляй. Там же заряжено там несколько штук. Нет, ты заряди его сначала. Стреляй. Не до конца. Вот. Так, ну что, давайте покажу, что мы купили в магазине. Были мы в светофоре, в фикс-прайсе. И заезжали в наш Акей. Молока купили. Ну, еще. Сейчас покажу, что. Так, здесь это у нас все подряд показывает. Смотрите, это светофор. Это у нас кумбрия. У нас две штучки есть кумбрии и еще три докупили, будем садить. Кумбрия, кстати, по, сейчас скажу, сколько, по 126,90. Вот, три штучки на 114 рублей 21 копейку. Так, здесь Саша себе рыбку взял, какую-то копченую. Иваси. Иваси. Она по 232 рубля за килограмм на 56 рублей. Это он будет кушать. Я такое не ем. Вот. Дальше это соль в сакее. Далее. Что тут у нас? Это пикс прайс. Свершилось это чудо. Я купила диски. Да. Купила мицеллярную воду. Вперед брала розовенькую. Сейчас сделаю веленую. Так, с чем она? Детокс для нормальной и комбинированной кожи. Экстракт чая. Витамин Е. Ну, в общем-то, короче, неплохая. И стоит она 51 рубль по карте. Хорошая мицеллярная вода. Мицеллярной воды хватает. Пользуюсь я. Маша тоже пользуется. Она немножко подкрашивается в школу. Ну, месяца на три, мне кажется, это точно. Я давно покупала. Так что нормальная. Вот гарниер мицеллярной воды. У меня прям высыпание на лице. Я несколько раз пробовала. Думала, что нет. Но нет. От нее прям все лицо выкупает. А очищает, конечно, она хорошо, но не подходит она мне. Так, мешочки от Салапановой сто штучек. Ну, и пистолет мы покупали в этом светофоре. Фикс прайсе. Фикс прайсе, что говорю. Сейчас скажу по ценнику. Смотрите, игрушка, пистолет стоит 199 рублей мицеллярная вода 51 рубль. Так, пакеты целлофановые 47 рублей и ватные диски 29 рублей 60 копеек. В общем-то вот так. На 326 рублей 50 копеек. У нас была покупка в светофор, фикс прайс, я уже все. Ладно. печь в пакет порвалась. Дальше будем разбирать. Это у нас сметофор. Кетчуп. Далее сметанка деревенская по 44 рублей. 44 по-моему, что ли. В общем-то две упаковочки взяли, две баночки. купили творог. Вот. Творожок взяли. И что еще мы купили приправу. Помните, я покупала приправы, вам показывала паприка, потом смесь болгарских перцев, они по 110 рублей. В общем, эти приправы... О, как открывается. В общем, не знаю, мы вот такую сметану первый раз берем. В общем-то еще докупили, но приправы классные. Кто любит приправы, обратите внимание, светофор, они прям реально хорошие. Мне нравится. Дальше. Это сахарная пудра, потому что я частенько встряхала, у меня одна есть, и пускай про запас будет. Взяла крахмал. Крахмал взяла, представляете, подошла и говорю, мне нужен крахмал, а не помню для чего. Крахмал мне нужен для того, чтобы, допустим, если буду булочки стряпать, помните, я вам говорила, если меня научили, меня научил повар, если, допустим, варенье, чтобы не вытекало, добавляете крахмал в варенье или повидло можно, или еще во что-нибудь, там, яблочки, то она тогда меньше вытекает. Вот. Так что вот для чего мне нужен был крахмал. Так, Сосиски. Взяли сосиски, давно не брали, уже соскучились по сосискам. Гоша спрашивал о сосиске вчера прям. Ну, в общем-то, мы купили сосиски и купили лучок. Лучок по 19 рублей, кажется, да? По 19, да, ровно по 19 рублей на 33 рубля 29 копеек кило 750. Лук как хороший, не сырой, прям отличный лучок. Вот. Так, и купили мы лампу. Лампу, Ваня, неси лампу. И купили лампу это Маше в комнату над кроватью. У нее там маленькая установлена, но мы решили, чтобы как бы посыпее было. Вот. Так что, ну, в принципе, вот и все. Ничего такого особенного не покупали, но самое главное это мицеллярная вода и сосиски. Вот. Все.